Друзья мои, добрый день всем. С нами сегодня российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Будем говорить о событиях, которые всех волнуют и которые происходят в Украине и за ее пределами. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Я вот прежде чем к вашим баранам, все-таки начну с Ирана, да, потому что сегодня очень много новостей о том, что они там вывесили какой-то флаг, который обозначает войну, ну и, конечно же, там Северная Корея тоже, и Китай, Тайвань тоже, и все это создает вместе такую нервозную обстановку, что вот они начнутся или Третья мировая война. Знаете, как кто-то пошутил в сети, закончим стабилизацию ударными темпами, чтобы, так сказать, на Новый год не покупать подарков, называется. Как вы думаете, это все как бы действительно очень опасно или нет? Нет, ну вообще жить опасно, а то, что происходит в мире, сейчас опаснее во много раз, потому что проблемы копились многолетние, я даже скажу, многовековые проблемы, и сейчас есть возможность эти проблемы разрешить быстро. Ну, как многим политикам кажется, потому что они тогда не жили, они живут сейчас и думают, какие были дураки, они не решили вот тех проблем, этих проблем. Кроме всего прочего, накопился огромный опыт, колоссальный опыт. Вот вы коснулись там Китая и Тайваня, но понятно, что на Тайване живут китайцы, и Тайвань никогда не станет американским, украинским, российским, там, японским. Он всегда будет китайским, поэтому Китай сейчас в настоящий момент, ну, просто использует Тайвань как 17-ю стратегему, да, то есть бросить камень, чтобы получить яшму, то есть отдать ничего, пустоту и получить что-то. То есть на переговорах с Байденом Тайвань будет козырной картой, Байден приедет и скажет, я спас Тайвань, а в результате подарит Китаю Россию. Так и будет, то есть им не нужен Тайвань, им Россия нужна. Да, и поэтому это вот вопрос с Тайванем нагнетается специально. Вопрос с Тегераном, ну, понятно, что там руководство не совсем здоровых людей, да, вообще не здоровых. И, конечно, они бы не привлекали к себе такого особенного внимания, если бы от них ничего не было нужно. Продокс стоит в том, что они не совсем здоровы, да, на всех кидаются, в общем-то, со своими претензиями, не только претензиями, но еще и со стражами, корпусом стражей исламской революции. А и вдруг возникли общие интересы. Посмотрите, у Саудовской Аравии, у давнишнего врага Ирана, есть интерес, чтобы Ирана не было вообще. У Израиля, ну, наверное, подобный интерес, но, может быть, не чтобы не было вообще, а чтобы он был другим. Потому что Израиль, конечно, не интересует уничтожение Ирана, а интересует, чтобы он был другим. Эрдогану нужно куда-то развиваться, тюркский мир развивать. А там есть Южный Азербайджан, который очень хочется получить в пользу Алиева, в пользу Азербайджана, плюс 16 миллионов человек, да, которые населяют эту территорию. И тогда очень хороший мостик создается в тот тюркский мир, который находится за Каспием. И, конечно, очень это нужно тем, кто сейчас продвигает пан-тюркизм. Ну, соответственно, страны НАТО тоже не очень будут переживать, если с Ираном что-то случится. Еще раз говорю, там не совсем здоровые люди, поэтому они не понимают, как мир устроен. И пытаются, в общем-то, играть в войнушку, хотя не имеют к тому никаких средств. Если посмотреть, сколько тратит Саудовская Аравия на вооружение, да, и вообще на оборонку, и посмотреть, что есть у Ирана, то это смешно, да. Но, с другой стороны, становится страшным, когда можно предположить, что Иран имеет ядерное оружие. А мы понимаем, что то количество обогащенного урана, которое передал Иран России на хранение, было вполне достаточно для того, чтобы произвести десятки атомных бомб. Сколько у Ирана осталось, ну, это одному Богу известно. Если бы не было никакой опасности, ну, навряд ли бы спецслужбы Израиля стали уничтожать там каких-то атомщиков иранских. Значит, опасность есть, просто люди не все знают. У Ирана уже есть средства доставки ядерного оружия, хотя, может быть, они еще на сегодняшний день слабенькие. И, как бы, их не отрабатывали, не было, слава богу, ни боевого применения, ни хотя бы каких-то там учений таких серьезных. Потому что Иран, конечно же, скрывает свои силы. Но мы, по крайней мере, знаем, что есть с противоракетной, да, и противовоздушной обороны в Иране. И на сегодняшний день это неплохо. То есть, вот Россия, конечно, мы видим в войне с Украиной меньшие, так скажем, силы затрачивает, чем мог бы затратить Иран для обороны своего неба. Хотя, я думаю, что сил хватит и у Саудовской Аравии, и у США, там, у Израиля, и у всех на свете. И у талибов даже, которые еще с той стороны зайдут. То есть, в свое время, там, 3-го, кажется, января, я делал прогноз на год, вот к маю сбылось все, кроме проблем в Иране. Но проблемы в Иране тогда в мае, я сказал, что, вероятнее, все начнут в сентябре, так оно и случилось. И если бы от Ирана ничего никому не было нужно, там сидели бы мужики в шапках, вот эти повернутые, ну, наверное, на них бы вот так смотрели и все. Ну, потому что у них все-таки, хотя есть силы, но они недостаточны для того, чтобы пугать мир. А вот для того, чтобы устроить такой пожар, который превратится уже в мировой пожар, сил вполне в Иране достаточно. И, в общем-то, сейчас, наверное, у любой державы достаточно сил устроить мировой пожар, потому что мировая война, как это ни парадоксально, она уже началась. И задача мира сейчас погасить эту войну, но вы видите, никто не хочет этим заниматься. Все хотят, наоборот, какие-то свои интересы реализовывать за счет того, что, за счет страха, за счет страха голода, за счет страха уничтожения населения и прочее, прочее, прочее. За счет недоверия. Вот о страхе голода. Путин вышел из зерновой сделки, как мы знаем, ну, он так, так сказать, сообщил. Но, на самом деле, зерновая сделка продолжается, корабли идут. И, а что, собственно говоря, каких гарантий он требует? Он сказал, я требую гарантий для своего Черноморского флота. Кто? Эти люди, которым мы должны дать гарантии. Украина ему гарантий никаких дать не будет. Он стирает с лица земли всю инфраструктуру Украины. Поэтому, конечно, я бы сказала, в эфире нельзя сказать, что ему они гарантии, понимаете? Ну, вы понимаете, ситуация какая? Путин сказал, а, да, он сказал, что он выходит из зерновой сделки, ничего больше не будет, не получится, да. И он должен, как он любит и про него любит говорить, сохранить лицо. А тут, представляете, Эрдоган, которому совершенно по барабану это Путин, говорит, что мы способны обеспечить безопасность, так как в Турции самый мощный флот в Черном море. И все, с этим не поспоришь. Я когда говорил об этом, там, пару лет назад, надо мной всякие гиркинские так потешались, что там крейсер Москва, там, блин, не знаю, что. А вот что там у турок? Мы там всех разобьем. Ну, крейсер Москва на дне, всем остальным тоже не очень хорошо. Путин требует гарантии, что не будут стрелять в его флот. То есть его флот будет стрелять, а в него стрелять нельзя. Это парадоксальная, абсолютная ситуация. И при этом, обратите внимание, Эрдоган заявил, что обеспечит безопасность. То есть Путин получился как в анекдоте. Помните тот анекдот, когда звонок в дверь, мужик открывает, и товарищ такой стоит со списком, говорит, вы будете принимать участие в сексуальных играх? Тот говорит, да, да, тупо, 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 там моя жена, тихо, тихо. Тот говорит, потом говорит, я вас записываю. Он говорит, а кто принимает участие еще в этих играх? Он говорит, ну как, кто, вы, я и ваша жена. Он говорит, нет, я против. Хорошо, я вас вычеркиваю. Вот приблизительно с Путиным та же самая ситуация. Он в эту зерновую сделку влез, а теперь раз его и вычеркнули. Ему нужно сохранить лицо, что он говорит. Он говорит, мне должны дать гарантии, ну, в разговоре с Эрдоганом он вроде бы требовал гарантии, чтобы корабли эти не везли, оружие, какое оружие, о чем речь? И чтобы не носили удар, Украина не носила удар по флоту. Это же смешно просто. И для ВАТы будут говорить, что сделка продолжается, потому что Путин договорился. Не потому что его послали, нафиг, сказали, слышь, ничтожество, иди в сторону, у тебя нет ни флота, ничего, там есть у тебя атомная бомба, ну, сиди с ней. И, конечно, вот видите, все эти события, они очень сильно ожесточают этого карлика Кремлевского. Он сошел с ума уже окончательно, а тут об него вытирают ноги, причем неожиданно, да, так вот он же в это не верил, что кто-то может об него вытереть ноги. Когда он там разворовал все вообще, когда он уничтожил собственную армию, когда он уничтожил собственный плод, да, и при этом пытается что-то из себя значить. И думает, что кто-то будет на этот блеф вестись. Конечно, никто не будет вестись, но у него есть еще ядерное оружие, и это самая главная опасность для мира. Это больше опасность, чем Северная Корея, чем Иран, даже вместе взятый. Там понятно, что нужно Ким Чен Ыну, да, ему нужно тусоваться красиво, да, и чтобы Китай мог прокормить Северную Корею, чтобы она с голоду не померла, ну и чтобы можно было какие-то вопросы решать с его диктаторским управлением, чтобы оно никогда не было уничтожено. Вот, если там Ирану свои нужно проблемы решать, да, там, то есть они установили определенный режим в своей стране и хотят, чтобы этот режим тоже был вечен и чтобы сидели там в шапках и так далее, то Путин не знает, понимаете, то есть если в Корее, если в Иране есть перспектива определенная для них самих, они рисуют какое-то будущее, вот там у Ким Чен Ына будут там дети, внуки, они будут Ким Чен Ынами, Ким Ир Сенами, ну тут понятно. У этих мужиков в шапках тоже понятно, там будут родятся новые аиталы, и будут они там править железной рукой. То у Путина ничего не понятно, потому что он уже старый, скоро сдохнет. Кто будет управлять? Дочка его придет управлять? Это неприемлемо, да. Алинка Кабаева придет управлять. Понимаете, в чем дело? Мы вступаем в очень тяжелую фазу. То есть ее еще утяжелил Путин, начав войну в Украине. Дальше будет совсем плохо. И если в конце концов Россия освободится благодаря нам от Путина и его режима, то нам нужны будут лучше добрые соседи, чем рабы, которые засунут нам нож в спину. Зачем они нам нужны? Понимаете? То есть это будут враги внутри России. А нам лучше, чтобы были друзья со всех сторон. Потому что нам придется противостоять Китаю. Я даже не сомневаюсь в этом нисколько. И это на сегодняшний момент главный противник. То есть это основной противник, потенциальный противник. Что такое потенциальный противник? Люди должны понимать, это тот, кто должен, хочет и может тебя завоевать, поработить, уничтожить и так далее. Вот давайте разберемся. Китай может это сделать? Легко. Со своей армией 2,5 миллиона с такими расходами, с дронами, которых сейчас больше, чем у США. А мы видим, как они работают. Два года назад я анализировал ситуацию по Китаю. 17 тысяч крупных боевых дронов уже было тогда. Можете себе представить? Вот сейчас против Путина 17 тысяч дронов выставить. Да там у него столько людей нет, сколько у Китая дронов. То есть Китай может это сделать. Китай должен это сделать? Ну, конечно, должен. Огромная территория Китая, это горы, это там Гоби и так далее. То есть Китаю куда-то нужно расселяться, брать где-то ресурсы. И самое главное реализовывать маоистскую идею расширения и народонаселения. То есть движение на Запад, путешествие на Запад, это такая китайская национальная идея. Плюс хочет Китай это сделать? Конечно, хочет. Почему? Потому что свои территории, то есть те территории, которые сейчас до Урала, он считает это временно оккупированными территориями. Он считает их своими, он считает их незаконно занятыми и поэтому хочет вернуть эти территории. Но нужно рассматривать китайцев как строителей вот тех стратегем 36, по которым, собственно, они и живут. И понятно, что если ты можешь забрать по Урал, если ты можешь забрать часть, забирай все. Потому что, ну, представьте, ну заберут по Урал, а остальное останется, в конце концов, Россия может подняться из пекла и нахлобучить так, что до Пекина отберут. А зачем это делать, когда можно отнять все? И вот, в общем-то, если вы почитаете, ну, переводы, конечно, английские, партийных газет китайских, вы все это там прочитаете. Если посмотрите динамику развития Китая, да, политическую динамику, Цзиньпин, которого еще, ну, до того, как он председателем КПК первый раз стал, уже многие срисовали, в том числе и я, и говорили о том, что изменит конституцию, о том, что будет новым Мао, хочет стать Мао-подобным, великим кормчим. А как ему превзойти Мао? Единственный путь превзойти Мао, вернуть вот эти территории или просто захватить Россию? Варианты для этого два. Первый вариант, конечно, это развал России и, в общем-то, физический вариант. Но есть еще и не военный вариант, есть вариант подоговориться с шпионом Путиным, а он, я уверен, что действует всегда в интересах Китая и является агентом влияния Китая. И подписать договор о создании СССР-2, но только с Китаем вместе. Вот сейчас вы увидите, как пойдут пропагандоны всякие путинские рассказывать о том, что это была ошибка Сталина, что в СССР не взяли Китай. Вот сейчас вот прямо это начнется, может быть, через неделю, через две они будут рассказывать, что это была страшная ошибка, что с Китаем мы уже, весь мир бы был наш и все было бы прекрасно. И там, в общем-то, мир наш, как Крым наш, так и мир наш. Ну, а поговорим еще все-таки подробнее о войне. Вот это скандальное заявление генерал-полковника Картополова, который говорит, что свежепризванных солдат Срочникова официально вроде говорят, что их не будут брать на войну. Но вот Картополов говорит, что свежепризванных солдат могут отправить прямо сейчас на войну с Украиной, которые призваны в призыв 1 ноября, да, в рамках службы, и ничего такого тут нет. Ну, то есть мы видим, что на самом деле, хотя официально якобы мобилизация остановлена, она не останавливается. Сколько они, с вашей точки зрения, хотят еще призвать людей? Всех? Ну, а как? Вот представьте, я говорю, Локет Марк, он работает в три смены и делает эти хаймерсы. Хаймерсы делает. Ну, для того, чтобы эти хаймерсы как бы не прилетели к Путину прямо в Кремль, да, ему нужна какая-то защита, какой-то бруссвер. Из чего он делает бруссвер? Он украл все. У него нет армии, у него нет оружия. Вы видели разваленные автоматы, пулеметы «Максим», там трехлинейки. Что только нет, скоро сабли они вынут, там, я не знаю, из музеев. Пушки, наверное, скоро Петровских времен вынут. У них нет ничего, они украли все. В 90-е годы, когда уже украли все, в арсеналах хранилось полмиллиарда огнестрельного оружия. Полмиллиарда, это вообще невероятная цифра, куда все делось. Ну, понятно, что все разворовали, распродали и так далее. Ну, причем это и безумие определенной степени. Вы помните, недавно сделали они этот храм военный, который на сатанинский какой-то вертеп похож. И для него всякие там ступеньки, какие-то еще предметы, они изготовили из немецкого оружия. То есть взяли трофейное оружие, которое было в идеальном состоянии, прекрасное. Переплавили это оружие, да, изготовили и довольны. Но если мы посмотрим на армию Украины, мы видим, что сейчас старыми немецкими пулеметами Второй мировой войны пользуются ВСУ. Патронов навалом из Германии присылают, они очень эффективны. Полторы тысячи в минуту, скорострельность. Я не знаю, у какого оружия еще такая скорострельность есть. Поэтому это был безумный акт. То есть они разоружили Россию для того, чтобы передать ее полностью безоружную Китаю. И начали войну с Украиной. То есть вообще добили просто. Сейчас нет ничего, ни оружия нет, ни солдат нет. Последние солдаты погибли. То, что набирают, это разве солдаты? Солдат надо учить и так далее. И то есть их отправляют в топку, там их убивают. Поэтому, конечно, они будут продолжать это делать до бесконечности, пока есть путинский режим. И пока есть эти люди, которые еще ручные и идут туда добровольно. Потом, конечно, они будут тащить кого-то насильно туда. Ну и сейчас уже, конечно, тащат. И, конечно, мобилизация никогда не закончится. Срочников, которых они призвали, ну чисто формально, да, будут заставлять подписывать контракт. Ну, по-любому можно это делать, да. То есть как они делают? Они пинают, как футбольный мяч, да, человека. Он подпишет тебе все, что хочешь. То есть будут подписывать контракт. И это уже не срочники, это контрактники. Пригожин, который сегодня является довольно влиятельным человеком в окружении Путина, на днях вдруг заявил, что Зеленский хороший, прагматичный парень, как он сказал. Что вообще это означает? Что эта реплика означает, как вы думаете? Что его толкнуло вдруг это сказать? Ну, Пригожин не очень умный человек, поэтому Зеленскому хотел сделать комплименты. Дело в том, что Зеленский сказал, если вы помните, что он готов вести переговоры с любым, но кроме Путина. И Пригожин решил, что вот он как раз и есть этот самый любой, и может он что-то там из себя представлять. Да, ну, Пригожин, я так понимаю, Суровикин и Кадыров создали триумвират. Помните, как в свое время Цезарь, Помпей и Крас создали триумвират? Ну, Цезарь, Помпей и Крас, это были сами по себе мальчики, да, это были великие люди, которые в разное время были консулами Рима и так далее, сенаторами, военачальниками серьезными. Помните, что я перебью, но некоторые эксперты считают, что наоборот, у них нет ремвирата, а что Путин создает частные армии для того, на случай, если вдруг военные, которым очень не нравится, и Кадыровы, Пригожины, все их частные армии, если вдруг военные начнут гузить и выступать против, ну, то есть на случай, образно говоря, военного переворота, то как раз вот такие, как Пригожин и его вот эти Жанна Вальжаны, которых он собрал из всех колоний, вот они как раз будут тем инструментом, который может подавить такой бунт. Насколько такая вот... Нет, ну, я вполне допускаю, что эти версии одновременно действуют, и это то, что думает Путин. Я вполне допускаю, что он живет по принципу разделяя властву, он считает, что Суровикин служит ему, до гроба Пригожин служит ему, до гроба, и Кадыров тоже служит ему, до гроба. Но это ни в коем случае не мешает им временно объединиться. Как мы понимаем, триумвираты долго не держатся, не живут. И это странный триумвират, да, вы видите, они продвигают своих военачальников, да, этого Лапина сняли. Я так понимаю, ну, не менее ничтожного назначили. То есть разницы нет никакой. Тот был танкистом, этот танкист. А для современной армии, вы понимаете, что нет хуже управленца для современной армии, чем танкист. Это как для армии Второй мировой войны кавалерист, да, хуже не придумаешь. Чтобы он получил новый боевой опыт, он должен угробить не одну армию и провоевать не один год. Ну, как во Вторую мировую кавалеристы, да, в конце концов, там Жук, Рокоссовский и так далее. В конце концов, они научились воевать, ну, сколько народу было уничтожено и так далее. И вот я говорю, поэтому здесь сейчас мы видим странный такой момент. То есть люди объединяются в борьбе за власть, а люди, которые существуют только потому, что есть Путин. Даже вот представьте, на секунду, да, там у Пригожиной есть армия, у него есть там какие-то боевые части, какие-то деньги и, может быть, очень большие, какие-то связи в и так называемой элите, ну, я называю правящий класс. И вот представьте, на секунду нет Путина. Путин там умер. И что будет с Пригожиным? Кому нужен Пригожин? Представляете, какой-то зычок. У него есть деньги, но деньги кому-то нужны. Может быть, из тех его замов, которые рядом стоят, бывшие военные, злые, алчные, которые, опа, ну, давай его сюда, Женю, давай сюда. Другим, да, нужна его армия. Ну, не целиком, конечно, потому что это полевые командиры, которые находятся на местах. Им нужна своя армия за счет этого Пригожина. Что он может им предложить? Он может им предложить сейчас Путина. Когда Путина не станет, власть Путина он может предложить. Какая лично у него власть? Никакой власти. Я думаю, что он в какой-то степени это понимает. Хотя поймал звездную болезнь, очевидно, поймал ее, видите, там, пытается наладить переговоры с Зеленским и так далее. И я думаю, что он, безусловно, пытается и Кадыров, и Суровикин найти союзников. Они пытаются. Они понимают вот эти люди, и Пригожин, и Кадыров, и Суровикин. Они понимают, что им конец сразу же, как только не будет Путина. Поэтому инстинкт самосохранения заставит, я думаю, уже заставил. Я уверен, что у них есть революбират. Это вот мое глубокое убеждение. Я вот смотрю новость этой минуты. Буквально Ардеган говорит, что Россия возвращается опять в зерновую сделку. Но это очень смешно. Путина публично, по-моему, поимели в какой-то такой самой непристойной позе Камасутры. В извращенной форме это называется в милицейских протоколах. Да, с особой дерзостью. Медведев своим свежим постом и свежей благовой вестью опять порадовал всех. Вот что говорит нам Дмитрий Анатольевич. Западные страны толкают мир к глобальной войне, и только полная и окончательная победа России является гарантией от ужаса глобализма. Он забыл, как он хотел Силиконовую долину. Он забыл, что он ходит там всегда с последним айфоном, что он ездит на Мерседесе. Однако лепечет что-то. Вот что такое алкоголизм? Это страшная история об ужасах глобализма. И вот он что говорит. Цель Украины в войне названа киевским режимом. Возврат всех ранее принадлежащих ей территорий. Представляете себе? Возврат всех принадлежащих ей территорий. То есть отторжение от России. Это угроза существования нашего государства и распад внешней России. Ну а значит ядерный конфликт именно они провоцируют, а не мы. Вот такой у него вывод. Означает ли это, что это не просто пьяный бред Медведева, а все-таки рот Путина говорит им, что Путин тоже так же смотрит на эту ситуацию? Ну, вы понимаете, он заместитель председателя Совета Безопасности. Пьяный или трезвый на всех заседаниях он присутствует. Пьяный или трезвый, он ведет с ними постоянные телефонные переговоры, встречи. Я имею в виду с членами Совета Безопасности. И у них есть общее представление. Оно может отличаться в каждой голове по-своему, поформироваться, но принципиально оно не отличается совсем. И кто-то из них самый языкастый. Я всегда, ну, в политике я всегда это использовал. То есть я знал, как формируются формальные и неформальные политические группы. И всегда слушал, пытался слушать того, у кого самый длинный язык. Потому что он сливал всегда всю информацию. И всегда не надо даже внедрять никого. Ты будешь знать, что происходит внутри. Потому что у таких людей не держатся. Вот у Медведева не держатся, у Лукашенко не держатся. И всегда слушайте Лукашенко, чтобы понять, что будет дальше. Он, как только встретился с Путиным, он приезжает и начинает через день, через два, намеками, как-то вот как ребенок. Папа, папа, а можно я скажу? Да, никак не может удержаться. Да, ты там говоришь, ты смотри, там маме не говори. Да, и он заходит, мама, мама, можно я скажу? Сразу же все сливает. Вот так и здесь, в общем-то, Медведев говорит, как ему кажется, более, так сказать, сильно, чем вот его товарищи является неким спикером и так далее. И от этого сам себя уважает. Но по существу вопрос, что я могу сказать. Путинской России никогда не победить Украину, это 100%, и это уже очевидно для всех, слава богу. Я думаю, что даже для путинцев и даже для Медведева это очевидно, но они должны это произносить как заклинание для того, чтобы удержать свою власть, то, что они говорят. А если Россия будет продолжать эту войну, Россия погибнет просто, как страна, вот в тех границах, в тех рамках с тем народом, просто погибнет. Россия разорвется, как лоскутное одеяло по частям, и уже той России не будет. И это огромная угроза для мира, потому что, ну, помните, как у блока, в стихотворении Скифы, миллионы вас нас тьмы и тьмы и тьмы, попробуйте сразиться с нами, да, Скифы мы, да, Азиаты, мы с раскосыми и жадными глазами. Да, и для вас века, для нас единый час, мы как послушные холопы держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. Это не просто стихи, это жизнь сама, то есть предназначение России всегда было держать вот этот щит. Сейчас Китай поднялся с совершенно невероятной силой, то есть это такая мощь колоссальная, просто какая-то, я не знаю, тысячелетняя империя восстала, да, вот этот дракон. Не будет России, да, ну, как не будет. Китай, если поглотит часть России, часть России поглотят тюрки, да, то есть во главе с Эрдоганом, то развитие событий для мира самое фатальное будет, просто самое хуже. Хуже этого нет ничего, понимаете. Если Россия останется, нам удастся сейчас уничтожить Путин, уничтожить путинский режим, то мы некоторое время сможем сдерживать Китай. То только за счет ядерного оружия, если Путин там не развалил все на это. Некоторое время, я подчеркиваю. Поэтому, когда говорят, надо там уничтожить Россию, забрать у нее ядерное оружие, я понимаю, что это люди из европейской цивилизации, которые думают, что они таким образом снимут угрозу, но они увеличат эту угрозу кратно за счет Китая, поэтому Россию нужно освобождать всеми силами и оставлять ее, как именно этот щит. И то, я не уверен, что Россия долго продержится против Китая, не в войне, тут дело даже не о войне, разговор идет, а о ситуации в мире, ибо Китай – передовая страна, самая передовая страна сейчас в мире, ибо все страны находятся в переходном периоде между одной общественно-экономической информацией, которая называется капитализм, и другой общественно-экономической информацией, которую мы называем условно информационный мир. А Китай не находится в переходном периоде? А Китай разве не находится? А Китай – нет, Китай уже перешел, он выбрал форму управления, понимаете? Два возможных варианта управления в новой общественно-экономической информации. Первый – это кибертирания, и второй – кибернародовластие, то есть прямой народовластие. Другой вариант невозможен. Китай выбрал кибертиранию и движется полный вперед, и в результате он имеет колоссальное преимущество перед всеми остальными странами. Они поменяли только технологии, а Китай поменял образ мысли, образ жизни, он поменял все. Посмотрите, ну, взять Европу. Вот я сейчас с вами разговариваю, у меня, извиняюсь за выражение, хреновая связь. Я нахожусь в центре Европы, у меня плохая связь. Я еду от своего дома, и по дороге встречаются телефонные автоматы, чтобы, если я сломался на машине, я мог позвонить, потому что нет связи по телефону. Можете себе представить, в Европе, в России есть везде, в Европе нет. Да, ну, как-то особенно не парятся. И вот этот патриархальный уклад, он, когда рассказывают о каких-то там невероятных достижениях, да, такие достижения есть, но они не являются всеобщими. А Китай, обратите внимание, он раскручивает будущее. И раскручивает под руководством своей коммунистической партии, которая определила кибертиранию. Да, там, в конце концов, всем наденут ошейники, и все будут действовать сообща, как роботы. Тут можно поспорить, конечно, потому что все цифровые достижения и все изобретения все-таки принадлежат Соединенным Штатам, но не Китаю, вы же знаете. И это пока, посмотрите, новые достижения совершенно невероятные, да. Это квантовая связь. Кто создал квантовую связь? Китай. Сейчас испытан прыгун, да, космический самолет. Кто создал космический самолет? Я с вами могу согласиться, что наверняка там почти все технологии внутри, американский Китай все похитил. Но обратите внимание, сколько использовал Китай американских специалистов, да, то есть в полном объеме, наверное, больше, чем Америка. Теперь у Китая есть свои специалисты, они их научили. Кроме всего прочего, Соединенные Штаты обучали с удовольствием китайцев в своих университетах, в своих технологических институтах и так далее. То есть тот толчок, который получил Китай, он невообразимый совершенно. Ну, спасибо большое, мы уже в финале нашего разговора. Единственное, что закончу его таким эриторическим вопросом. Если Россия, это тот же Китай, только без технологий, без достижения, а колоссальная коррупция, но с такой же тиранией внутри, то вообще непонятно, зачем ее сохранять. Ничего хорошего из этого не будет. А если организм настолько болен, то какой смысл? Нет, ну, режим государства и страна – это абсолютно разные вещи. А уж тем более политический режим. Мы видим государство, которое поработило Россию, ну, коррумпированное, совершенно ржавое, совершенно бессмысленное. Это диктатура путинская. Ладно бы, понимаете, вот в чем проблема? Проблема в том, что ватная публика в России, она готова из говна делать конфетку, а из Путина делать Сталина. Приблизительно это одинаковые, как бы, позиции. Поэтому, что можно сказать? Что, ну, это же ничего не меняет для мира, да? То есть, если мы видим, что сейчас Россия больна, то ее надо лечить, а не уничтожать, по той простой причине, что всему миру это будет невыгодно. Поскольку та постоянная, которая была, ну, там, Российская империя, Советский Союз, теперь Россия, я имею в виду не путинскую Россию, а страну Россию, да, она очень важна, как некий пазл, который держит мировую систему. Если этот пазл вырвать, то мировая система разрушится, и разрушится в пользу Азии. Это совершенно очевидно. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо за поддержку Украины, до свидания, до встречи. Смерть тиранам, власть народу, слава Украине!